С 2007 года компания Volvo официально рекомендует заливать в моторы масло Кастрол. И тут мы упираемся в такую проблему. Есть оригинальный Кастрол, который льется в Европе, и безусловно он уходит в свои заявленные 15-20 тысяч километров, или 750 моточасов. А есть Кастрол, который идет в Россию и заливается, и через 5000 километров бензиновый мотор, он быстрее показывает все эти показания, говорит о том, что долите в меня еще масло. И после этого еще, и еще, и еще. Это говорит о том, что масло просто не выдерживает температурных диапазонов и начинает гореть в камере сгорания. Это, в свою очередь, говорит о том, что масло идет не оригинал, не тот, который идет у нас в Европе, а значит контрафакт. Исходя из этих показателей, до определенного момента, как вы все знаете, пока компания Mobil была еще официально в России, мы использовали масло Mobil ESP Formula 530. Это газовое масло, сделанное на четвертой группе базовых масел. После того, как Mobil официально ушел из России, так уж повелось, что мой клиент, с которым мы до сих пор общаемся, он ездит на компании Volio в 2018 году, задались вопросом производства хорошего масла, и заключили контракт и стали представителем марки непосредственно в России. Это компания Extreme. Мы работаем с компанией Extreme вот уже на протяжении трех лет. Я работаю не напрямую с дистрибьютором, а напрямую с производителем. Я покупаю у них масло. Это немецкая марка, которая разливается на заводе в Польше. Да, это заводится по параллельному импорту, через дальние пути в Россию попадает, но это хорошее, качественное масло с качественным европейским пакетом присадок из первых рук от производителя. Также с этого завода мы заливаем еще масло пониже группой, то есть это гидрокрекинговое масло под фирмой Winol. Это оба масла производятся на одном заводе, но одно подешевле, другое подороже. Одно рассчитано где-то на 350-400 моточасов, второе на все 750 легко выхаживает. Все лабораторные испытания после пробега и 15-20 тысяч километров оно проходит, то есть масло держит свою основу, еще не все присадки оно вырабатывает, то есть там не остается в сухом остатке просто обычного подсолнечного масла олейно, а то есть через свои 15-20 тысяч километров это все еще моторное масло с присадками. От некачественного моторного масла происходит отложение в моторе и залегание компрессионных и маслосъемных колец на поршнях. А дальше это только прогрессирует и мотор начинает жрать, 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 жрать и еще аж больше жрать моторного масла. Как этого избежать? Первое. Менять масло раз в 7-8 тысяч километров про бензиновый агрегат говорю. На дизельных примерно так же. Второе. Заливать качественное моторное масло. Третье. Менять масло в моторе каждый раз с промывкой. Четвертое. Это конечно же держать мотор в обслуживанном и хорошем состоянии. То есть это маслосъемные колпачки. Если вы к этой процедуре уже пришли, то и попутно делать раскоксовку. И будет ваш мотор ездить долго и упорно. На волю в целом моторы сделаны на 500 тысяч километров плюс. И то, что моторы ложатся раньше по пробегу, чем 500 тысяч километров, 90% случаев это некачественное и несвоевременное обслуживание их владельцами.